Это задача от средней линии треугольника, значит есть другой треугольник, взяли в нем, провели среднюю линию, надо объяснить, почему эта самая средняя линия обязательно параллельно оставали. Про площадь считайте, что вы все поняли, поэтому это я уже убираю, хорошо? Новая задача. Для меня это неожиданно, но с другой стороны засягнет. В раз, пожалуйста, никогда не надо. Если вы что-то не знаете, надо сразу обязательно говорить, и мы это будем разбирать. Потому что если мне будет казаться, что вы все знаете, а на самом деле это не так, то это вышло очень плохо. Итак, вот у вас треугольник, вот здесь взяли и разделили сторону пополам, да? И здесь взяли и разделили сторону пополам. Возник некоторые отрезки. Вот здесь вот в точке Y, здесь вот у меня точка Z. Задача. Доказать, что ZY параллелен отрезку BC и при этом длина отрезка ZY это половина длины отрезка BC. Так называемая теорема о средней линии длины. Кстати, у Дубровского она тоже не доказана. В смысле, что я тебе сейчас покажу. Потому что школьники, с которым он работал, знали, поэтому они не тратили уже это время. Что вообще вы знаете? Я не понимаю. Ну, в принципе, все теоремы вы знаете. Совсем все. Слава Богу, вы, правда, хоть и начали, это у вас, не знаю, две недели прошло. Ну, что, какие геонетические факты вы знаете? Такое вычислить площадь, как вычислить периметр, ну, треугольника и квадрата. Ну, теперь, как вычислить площадь, ну, и треугольника из-за треугольника. Ну, то есть треугольник мы только что сделали, да? Да. Площадь окружности круга. Ну, площадь окружности ноль, хочу ее считать. Площадь круга там есть в окружности, но сейчас круг нам не нужен. Понятно. Да. Есть ли у нас еще кто-нибудь, кто знает какие-нибудь факты из геометрии? Давайте совместно вычислить. Параллельные и аппетитарные линии. Ура! Что вы знаете по параллельной линии? Параллельные линии никогда не могут встретиться. Параллельные те, кто не пересекаются, да? Две прямые параллельные с одним из просто совпадают или не пересекаются? Отлично. Параллельные линии мы знаем, что это такое. Перпендикулярные те, которые под 90 градусов есть. Отлично. А какие-нибудь теоремы про эти? Нет, просто если мы ничего не знаем, то мы ничего не сможем. Зачем мы вообще не собрались, да? Если мы уже есть диаметрии. Неужели вообще никто не знает ни одной теореты? Один геометрический факт, дорогой. Ну не бывает. Да? Параллельные линии никогда не интересуются. Это определение параллельных. Да, не пусто. Вообще никто никогда не интересовался. Да? Через две точки можно провести одну прямую? Через любые две точки можно провести одну прямую. Отлично. Еще. Еще. Ну, это из того, что вы сказали. Через две точки tra connect, одна прямая Скрили будет двух точек, то это она и та прямая. Это понятно. Еще. Просто из того что вы сказали нам сообщилừng с вами Seven. Нужно что-то еще. Хотим еще. Парка геометрического и антиоритического. Да. Ура. Человек вспомнил теоремуinentalfarors. Если есть прямоугольник и треугольник, то сумма квадратов кайсов – это квадратик тяну. Непонятно, как можно сюда применить, но да, такая геометическая идея выглядит. Ещё. Какие-то ещё какие-то статистические вещи? Знаете, нам нужно доказать. Доказательство не может быть просто говоримым. Мы должны использовать какие-то факты. Пока что мне очень не пусто назвали геометические факты. То есть, вы не точку просто провести раненую геометрику? Ну, это просто негребно. Через две точки можно провести вторую бесконечную геометрику. Через три, но это не основной геометрический факт. Да, конечно, это верно. Через три точки, не лежащие на одной глибой, проходит единственная кожа. Но нам что-нибудь такое поважнее. Дальше. Это не было существительного пересекающегося геометрику? Ну, ты мне пытаетесь просто объяснить, что такое угол. Это всё замечательно для ребёнка одному, двух, трёх лет. Мы его пытаемся знакомить с окружающим миром и показываем им, да, вот смотри, вот смотри параллельные прямые. Но вы не того возраста. Да. Равнобедленного треугольника – это конкультурная равна. Это определение равнобедленного треугольника. Да. Треугольник, у которого две стороны равны, называют равнобедленным. Да. Сумма всех градусов треугольника равна. Градусы треугольника – это хорошо сказано. Градусы и меры. Сумма величин углов любого треугольника – 180 градусов. Ну что, если честно, это уже близко к нашей работе. И давайте-ка этот факт я записываю на доске. Если у нас есть совершенно произвольный треугольник, у него какие-то углы? Альфа, 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 гамма, да? Замечательно. Действительно, есть такая теоретка. Сумма величин углов треугольника – 180 градусов. Скажите, пожалуйста, а как её доказывать? Это очень важный геометрический факт. Огромное количество строений, что называется на этом основном. Да, пожалуйста. Измерить вы и сложить. Что? Измерить вы и сложить. Измерить просто транспортировать. Да. Замечательно. Так вы сможете сделать для одного треугольника, для второго, для третьего. Хуже того. Измерения транспортиром имеют, как любое физическое измерение, какую-то погрешность. Так.